Привет, с вами Велсаком, давайте раз и навсегда решим. Exynos или Snapdragon. Передо мной Galaxy S21 Ultra, вот этот на Exynos 2100 и вот этот на Snapdragon 3.8. Вот этот продается официально в России, на Snapdragon вы можете найти либо на сером рынке, либо он продается где-нибудь там в Америке. И все последние годы мы с вами знали, что Samsung на Snapdragon это то, что нам нужно. Дескать, Exynos это прямо дрова. И в общем-то это так и было, потому что Snapdragon меньше грелся, не так активно уходил в троттлинг, лучше показывал себя в бенчмарках и конечно же в жизни с высшей производительностью. Ну и конечно же там еще по мелочи можно было докапываться до качества фотографий. Ну а также самое важное для меня лично это лучшее энергопотребление собственно Snapdragon. Сейчас Samsung заявляет, что они плюс-минус одинаковые, ну то есть ты вообще не замечешь разницы. Вот давайте собственно и узнаем. Единственное для того, чтобы тест у нас получился максимально объективным, а в данном случае по-другому никак, мы с вами посмотрим тесты и я расскажу о собственном опыте эксплуатации, мне нужно этими девайсами попользоваться. Так что я делаю, собственно, раз, два, три. Для вас это несколько секунд, для меня несколько дней, я тестирую эти телефоны и возвращаюсь к вам с собственным опытом. А мы собственно начинаем. Поехали. Я прямо сейчас, знаете, что подумал, многие меня могут объявить в ангажированности, дескать, Валя будет тянуть, наверное, Exynos, потому что Samsung заплатил, к счастью, нет. Мы будем с вами проводить максимально честный тест, но вы скажете, что Валя в этом ролике ничего не заработает, нет, так тоже нельзя, поэтому все будет красиво, но тесты у нас максимально объективные, насколько, блин, это вообще возможно, потому что все равно здесь высокая вероятность рандома. Иногда устройства ведут себя абсолютно по-разному в тех же самых тестах спустя, блин, минуту, но постараюсь вам все это показать как есть. Воздушное снабжение так надо улучшить. Вот эти ресурсы у меня есть, отлично. Поставки ворона. Валя, ты что, телефон тестируешь? Слушай, вообще тестирую, я уже три дня ими пользуюсь, но я тут зашел в Google Play посмотреть игры, которые можно потестить, и оказывается вышла Warpade, новая онлайн-стратегия, в которой отличная графика, она еще и вертикальная, в общем, я залип конкретно. Давай сейчас тебе поподробнее расскажу. Обожаю такие игры, которые, знаешь, зашел попробовать и пропал, тем более здесь моя любимая тема Второй мировой войны. Залетел, такой базу строишь, а дальше начинается красивая графика, сразу такой, ммм, это стильно выглядит. Сотни юнитов с уникальными характеристиками, огромное количество армий разных стран, ну и, конечно же, самое кайфовое, это командиры со своими атрибутами, со своими характерами, такой берешь просто, вот, пожалуйста, эти, машина войны. В чем, собственно, кайф? Залетаешь и становишься участником исторических событий, добываешь ресурсы, прокачиваешь вооружение, ну и, конечно, придумываешь тактику ведения боя, чтобы ввязываться в борьбу как положено. Я вот, например, качаю воздушное снабжение. Ко всему этому добавляется еще реальное вооружение, постройки и оборона базы, и вообще ты будешь тренировать своих офицеров как настоящий командир на карте, основанной на реальной местности. Причем у каждого офицера можно прокачивать навыки, и здесь много действительно классных, каждый найдет что-то для себя. Мой выбор Мира Ивановна Волкова, или в народе Белая Волчица, и ее навык повышения боевого духа. В игре можно пережить настоящие исторические сражения, например, отстоять Москву, либо просто врываться в борьбу с врагом. Поскольку это онлайн-игра, вы можете создать или вступить в альянс, в принципе, играть с друзьями, с ними сражаться намного интереснее, добывать бонусы, выполнять задания и побеждать плечом к плечу с союзниками. Причем вы можете придумывать разные тактики, например, выманить врага из города, прикинуться, что отступаете, а потом напасть всем альянсом, что я обычно и делаю. По ходу игры есть подсказки, вы получаете также их по ходу сюжета. Warpade отлично оптимизирована и супер смотрится на телефоне, с очень приятной графикой, при этом не требует каких-то сложных ресурсов. И самое кайфовое лично для меня, это то, что она вертикальная, и в нее очень комфортно играть. Вот если у тебя выдалась свободная минутка, ты залетаешь, порешал все свои командирские вопросы и пошел играть дальше. Ну а дома уже можно воспользоваться, например, большим экраном iPad, там все выглядит еще наряднее. Как вы понимаете, игра бесплатная для iOS и Android, и мне это нравится, вы можете ее заценить, в том числе скачайте по ссылке в описании, ну а дальше развиваетесь в одиночных миссиях, сюжетных сражениях, с огромным количеством интересных юнитов и прокачиваете своих офицеров и командиров. Присоединяйтесь и боритесь за звание самого могущественного полководца Warpace, побеждайте и получайте ценные призы. Теперь войска в твоем распоряжении, присоединяйся к настоящей военной игре Warpace. А у меня тут донесение разведки, ну-ка. А, вот так вот. Ссылка в описании. Но сейчас я вам все покажу. Странная ситуация, вот уже несколько дней я пользуюсь этими девайсами, чем больше я это делаю, тем лучше понимаю, что это какой-то бессмысленный тест на самом деле, потому что Galaxy S21 Ultra, например, достаточно дорогое устройство. И когда ты можешь потратить 100 тысяч плюс на девайс, вряд ли ты будешь запариваться тестами троттлинга, нагрева, времени работы, может быть, каких-то фотографий, какой-то тлен, знаешь, и тоска. Я вот реально чувствую, что я занимаюсь какой-то фигней. Причем я сам придумал этот тест, я такой был воодушевлен. И надыбали Galaxy S21 Ultra на Snapdragon, за что спасибо, конечно же, ребятам из BeGeek. И именно этот тест будет максимально правильный, потому что мы сравниваем одинаковые абсолютно устройства по всем компонентам, за исключением процессора. И здесь вот именно он может стать тем самым узким местом и слабым звеном. Но почему-то я сижу и думаю, да как-то не то, чтобы сильно видна разница, и такой непонятно. Но потом я залетаю в Яндекс, пишу, например, Galaxy S21 Ultra, и уже в предложениях вижу Galaxy S21 Ultra, Snapdragon купить. Понимаешь, людей эта тема волнует, они хотят где-то его надымать. И благо, есть такая возможность, если вы хотите, вы опять же без проблем его возьмете. Благо, рынок у нас, пожалуйста, есть спрос, будет предложение. И вы знаете, несмотря на то, что, еще раз, эти процессоры действительно уже очень близки, разница, блин, есть. Я такой, типа, охренеть. Даже не просто есть, а там прямо ощущается. Поэтому продолжаю тестирование. Я взял еще несколько дней, и потом уже я готов вам провести тесты. Потому что, понятное дело, что субъективно мое мнение это одно, а вот непосредственно цифры, это совсем другое. Ну и фотографии. Также вы найдете их по ссылке в описании, чтобы вы могли своими глазами посмотреть, как снимает Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 3.8, и Galaxy S21 Ultra на Exynos 2100. Вот такие дела. Встречаемся еще через несколько дней. Собственно, перед тем, как начать наши тесты, давайте посмотрим на систему, и видим, что это у нас Exynos, он серебряный, черный. Это еще раз Qualcomm. И единственное, что это у нас младшая версия на 12 гигабайт оперативы, это старшая на 14, как написано, собственно, здесь. И я думаю, что особой разницы в производительности не должно давать вот это отличие в 2 гигабайта оперативной памяти. Но как бы, чтобы вы понимали, что у нас все максимально честно. Вот как и есть. Простите, системы абсолютно одинаковые, устройства обновлены, работают на одной операционной системе, но тут как бы все вот должно быть максимально близко. Ну что ж, первый тест, который мы оценим, это время работы. Давайте запустим YouTube на обоих устройствах, и при этом у нас с вами одинаковые настройки дисплея, это средняя яркость, одинаковое разрешение, одинаковые другие показатели. И, собственно, на часик полтора ставим тест, посмотрим, насколько динамично разряжаются девайсы, ну а дальше сделаем какие-то выводы. Это было очень дорого. Так, ну почти у нас получился тест на полтора часа, стоп, и разница существенная. 90 процентов, 83. Вы скажете, вау, вот здесь вот у нас, собственно, практически устройство не нагрелось. Здесь, кстати, нагрелось. Какого черта он более теплый? Странно. Но это, знаете, все в пользу бедных. И еще, в принципе, мы понимаем, что на самом деле подобного рода тесты, они не то чтобы сильно показательны, потому что, к сожалению или к счастью, все очень сильно зависит от опыта эксплуатации в непосредственно боевых условиях. Где вы пользуетесь устройством? Дома на Wi-Fi или где-то в зоне плохого приема и так далее. Но я посмотрел разные тесты Snapdragon Exynos Galaxy S21 Ultra, и пришел к выводу, что его пятитысячная батарея, во-первых, хватает все-таки на достаточное времени, а во-вторых, разница несущественна. Но плюс-минус это 2-3 процента, в зависимости от разных условий. И вот сейчас у нас вроде как Snapdragon проигрывает, но я видел тесты, где и Exynos проигрывал. Поэтому мы продолжаем пользоваться этими девайсами, но поэтому этот тест был первый. Смотрим еще бенчмарки, то все, пятое, десятое, и к концу ролика оцениваем, как каждый из них разрядился. Вот такая вот история. Тест на троттлинг. Давайте, собственно, я запущу его здесь и здесь. Что такое вообще троттлинг, да? Вы знаете, что процессоры современные, это достаточно сложные вещи, вот эти вот нанометры, миллиарды этих транзисторов и так далее. Процессоры имеют ядра, ядра работают на разной частоте, есть высокопроизводительные, есть энергоэффективные и так далее. Вот если это в сумму все собрать, то мы с вами имеем устройство CPU, которое должно стабильно работать на заявленных частотах, чтобы выдавать те самые показатели, которые мы видим, например, в бенчмарках. Вот троттлинг-тест показывает, насколько стабильно работает процессор. Не сбрасывает ли он те самые частоты, для того, чтобы не нагреваться, чтобы работать стабильно. Давайте посмотрим на этот тест и сделаем выводы. Закончился троттлинг-тест всего 15 минут, но результаты показательные. Exynos потерял практически сразу 20% от заявленной производительности, и под конец упал в оранжевую зону, и показал где-то 64%, опять же, от тех значений, которые мы видим с вами в характеристиках. В то время как Snapdragon держался молодцом, и где-то болтался в районе 90% от заявленного значения, и в конце концов упал до 80%, там, плюс-минус. И вы знаете, интересная фигня. Мы запустили второй тест, и видим совершенно другую ситуацию. График зеленый на Exynos, оранжевый на Snapdragon, но при этом Snapdragon остается все равно более производительным. Еще я делаю вывод, что просто тест переглючило, и непонятно, что вообще происходит. Какой вывод из этого простого теста? К сожалению, чуда не произошло. Exynos все еще достаточно сильно троттлит, и быстро теряет заявленную производительность. Поэтому, если вы хотите играть в какие-то сложные игры, в игры, которые, там, длятся достаточно долго, сессионно, типа какой-нибудь PUBG, то вам больше подходит Snapdragon, потому что он предсказуемее, он медленнее теряет заявленную производительность. При этом Exynos такой, сразу все фигак, я, типа, вообще ничего не знаю, опустил частоты, и полетели, значит, мы с вами вниз. Это грустно. Чудо не произошло, Exynos в этом показателе не может тягаться со Snapdragon. Ну и, собственно, раз пошла такая история, давайте на руку попробуем, насколько они нагрелись. Snapdragon достаточно горячий, в то время как Exynos, Exynos менее горячий, ты знаешь, получается, за счет того, что этот пытается все-таки держать заявленную производительность, он больше как будто бы греется, хотя, нет, ощутимее, ощутимее. На самом деле, мы могли бы померить температуру, но вот это тоже момент, который я подумал, кто меряет температуру, типа, сколько грядов, на самом деле, ну вот, ощущается, да, Snapdragon чуть-чуть более теплый, но, в общем-то, оба устройства совершенно спокойно можно держать в руках, нужно смириться с тем фактом, что современные производительные смартфоны достаточно быстро нагреваются. Тут уж как бы, знаешь, ты либо шашечки, либо ехать. Теперь время лайтовых бенчмарков, начнем с Geekbench 5 по классике. Ну что ж, подъехали результаты Geekbench, вы знаете, они достаточно грустные, в смысле того, что никакого разрыва не произошло. Вообще странная фигня, если так, да? У нас, получается, Exynos побеждает, причем буквально всего ничего, но 608 против 588 и 2590 против 2579, да. Но при этом мы с вами понимаем, что вот эти цифры, которые показывает нам, собственно, Exynos, они недоступны вам в долгосрочной перспективе. Он очень быстро начинает троттлить, и, соответственно, его производительность падает. Но давайте посмотрим, сколько каждый из этих смартфонов наберет, ну, в том самом Antutu. Уж куда же без него-то, да? Выпиленный из Google Play, но не сломленный Antutu. Поехали. Ни хрена себе разница в итоге, друзья мои. Вроде бы шли нос к носу, все было очень похоже, и ты смотришь, думаешь, ну, я не знаю, если будет какая-то разница, то небольшая. А потом тебе показывают цифры, и мы с вами имеем на Snapdragon сотку плюс разницы по сравнению с Exynos'ом. То есть, это прилично. При том, что оба устройства сейчас гоняли и другие тесты, и троттлинги, и так далее, оба горячие, но тем не менее, смотри. У нас с тобой 43 градуса, а здесь 40. Ну, вот, собственно, о чем я и говорил. Snapdragon ощущается чуть теплее, и после троттлинга мы это с вами заценили. Мы видим, что в остальном девайсы справились неплохо, да? То есть, Snapdragon продолжает быстрее разряжаться, но в целом разница, опять же, несущественная. Главное, что Snapdragon просто тупо мощнее. При этом в Geekbench мы этого не увидели, и Exynos был мощнее. Какого, блин, черта? Придется запустить еще и GFX, посмотрим, какой результат будет там. Я думаю, что одного теста будет достаточно. Проверим графическую, скажем так, составляющую обоих смартфонов. Что мы видим в итоге? Ну, в общем-то, Snapdragon показывает себя лучше, но в базе, вот, например, 23 FPS на Exynos, 26 на Snapdragon. Дальше бывают разницы 94, 120, либо 105, 208, но в целом мы видим, что на 2, 3, 5, 10, 20, в зависимости от теста Snapdragon показывает себя лучше, если говорить об FPS. Ну, то есть, если брать синтетический тест, то у нас два против одного. Geekbench для Exynos и Antutu с колоссальным отрывом и GFX с приличным отрывом. Победа за Snapdragon. Ну, такие результаты. Что касается самих процессоров, оба по 5 нанометров, оба на 8 ядер. При этом у обоих, понимаешь, 4 ядра Cortex-A55, 3 ядра Cortex-A78 и одно ядро Cortex-X1. Немножко отличаются диапазоны частот. В случае со Snapdragon это 32841, у Exynos 400 2 912. То есть побольше будет. Но вот как раз к цифрам у меня вопросов-то вообще нету. Оба процессора должны показывать себя хорошо. Но, как показывает практика, все может очень сильно отличаться в жизни. Хотел вам продемонстрировать скорость открытия приложений, насколько быстро телефоны справляются с этой простой задачей. Но, вы знаете как, показываем, да, что у нас нет приложений ни там, ни там. Заходим, например, YouTube и такой, бам, одновременно. И они, на самом деле, примерно одновременно открываются. И дальше, когда ты начинаешь по кругу ходить, происходит примерно то же самое. Что в очередной раз подчеркивает мою мысль, что вот в базовой эксплуатации процессор не сильно отличается, и ты особой разницы не заметишь. Может быть, со временем, об этом тоже постоянно говорят, Snapdragon показывает себя чуточку лучше. Exynos как будто начинает подтупливать именно интерфейсы. Но пока, что касается плавности интерфейса и каких-то базовых вещей, все абсолютно идентично. В этом смысле процессоры действительно похожи. Я не знаю, плавность интерфейса, скорость открытия приложений. Может сначала открыться здесь быстрее, потом здесь. Короче, это полный рандом. Но при этом база, вот это ядро, оно очень похоже, что тут, что тут. Поэтому этот тест мы скипанем, чтобы просто не тратить ваше время, тем более, что все равно, я не буду казаться максимально объективным, вы все равно можете сказать, «Мой, я сегодня так сделал». Давайте перейдем лучше к самой наглядной демонстрации. На самом деле, все, что мы с вами сегодня делали, вы можете забыть нахрен, потому что самое важное, почему люди в принципе могут выбрать Galaxy S21 Ultra и вообще поменять свой смартфон, это камера. И вот тут вас ждет звезда, друзья мои. Здесь я опять же призываю вас самостоятельно скачать фотографии, посмотреть результаты своими глазами. Но давайте так, слева у нас Exynos, справа Snapdragon, и сразу я еду вот к этим самым замечательным заборчикам, на которых мы видим разницу, на мой взгляд, драматичную. Вы видите, что здесь достаточно все четко, это видно, кстати, по висящим вот этим фонарикам. В случае со Snapdragon все как будто замылилось. То же самое могу сказать и про текстуру вот этой плитки. Может быть, это будет не так заметно, но здесь она как будто такая, знаете, акварельная, здесь же видно, что она шершавая, какой-то мусор валяется, как-то это логичнее. Ну и потом я еду вот сюда, к куполу, и смотрите, какая история ждет нас здесь. Мало того, что сами шарики не такие четкие в случае с Snapdragon, видите, да, более четкая картинка. Дальше я вижу текстуру непосредственно на куполе, здесь я этого не вижу, и то же самое с текстурой непосредственно на кирпичах. И на самом деле мы проанализировали все фотографии, вот ровно так ведет себя Snapdragon. Он немножко мылит картинку, и она не такая четкая. Давайте посмотрим вечернюю съемку, там еще более наглядно получается. Та же самая история, причем знаете, что самое забавное? Если смотреть на эти фотографии вот так издалека, получается, ну, как будто более-менее похоже, да? Но теперь я, смотрите, на Snapdragon делаю зум, это пусть вас не смущает, шел снег. И смотрите, у нас просто больше шумов на Snapdragon. При этом, что еще более удивительно, сами ветки, они не такие четкие. То есть мало того, что камера шумит, так она еще и делает не настолько четкую фотографию. Хорошо это видно вот здесь, кстати, вот в этом моменте. Непосредственно фонарик, и здесь как-то поплыли совсем жестко, плюс они какого-то красного цвета. Еще раз, мы максимально близко делали фотографии и старались сделать одинаковые, но понятное дело, что супер одинаковыми не получится, но тем не менее, да? Ну а когда я посмотрел вот сюда, мне что-то вообще стало грустно. Я такой, типа, а ребята, Snapdragon, вы что? Что происходит? Что с балансом белого? Что с цветопередачей? Куда делись вот эти вот цвета замечательные? Все какое-то красно-хреновое, то есть здесь желтенькое, все тепленькое, приятненькое, здесь все ужасно. Ну и собственно, вот сюда плывем, да? Вечерняя съемка, мы с вами видим, что здесь шумы пожрали всю текстуру, и у нас с вами здесь хреново видно, опять же, кирпичную кладку, в то время как здесь она совершенно четко читается, и все хорошо. И вот в таких деталях Snapdragon прям сильно проигрывает, и баланс белого, и цветопередачей, и насыщенность картинки, и, конечно же, четкость. Еще одна вечерняя фотография, теперь на сверхширик, и вот здесь уже непосредственно по тону фотография, я могу сказать, что левой нравится больше, а на теплее здесь опять какой-то красный, все обратите внимание на здание, может быть даже синее, черт его знает. И то же самое у нас происходит с детализацией картинки, вы посмотрите, как это выглядит, да? То есть дерево у нас здесь, оно какое-то более детализированное, более интересное, и оно адекватного какого-то цвета. В жизни вот оно примерно такое, кто бывает на Лубянке, может подтвердить. Здесь же у нас с вами уплыли и цвета, и детализация, и вся фигня. И то же самое происходит с самой плиткой. Посмотрите, насколько она детализированная здесь, и насколько она, хотя ладно, здесь не буду придираться, она похожа, но вот вам, посмотрите, желтый, приятный такой блик от непосредственно дерева на плитке, здесь этого нету. И, конечно же, вот эта часть, она находится уже у края кадра. Вы знаете, что для сверхширика это больно, но посмотри, она здесь более-менее живая, то есть ее как-то можно различить, она четкая, то же самое с надписью сверху, все как-то хорошо. В то время, как здесь и цвета не те, и уплыло все куда-то к хренам, и все как-то вот не так выглядит. Тут не нравится мне, как выглядит эта фотография в деталях. Ну и давайте посмотрим на передний план. Здесь у нас, собственно, на наши вот эти фонарики, и ровно то же самое. Здесь они желтые, такие какие-то прямо сочные, здесь они не такие яркие, не такие сочные, но с четкостью здесь сложно придираться, потому что в этом смысле похоже. И в целом фотографии, еще раз, очень близки, но как будто бы вот чего-то вот в Snapdragon не то. Не знаю, посмотрите эти картинки своими глазами, и поймете, о чем я говорю. Ну и чтобы добить разницу, у нас есть шапки. Опять же, вот так смотришь, вроде бы, ну даже непонятно, в чем прикол, но мы приближаем себе здесь вот Snapdragon, и видим, что ну какая-то акварельная что ли текстура самой шапки, ну то есть видны волосы, все окей, но потом мы приближаемся здесь, и видим, что во, вот прям четко, посмотри какой мех, посмотри какая вот эта кокарда, прям ох, все видно на ней, каждый листочек, понимаешь, видно, вот он какой, замечательный, здесь все как-то уплыло, все какое-то ни хрена не то. И это на самом деле чувствуется по всем вообще местам, то есть посмотри, ну посмотри, но это прям вот прям плохо, прям плохо, и волосы пропали, и все, какого черта, и вот это вот как-то вот меня больше всего калит, честно говоря, то есть детализации прям жестко не хватает, и сама текстура совершенно не та. И я такой, блин, поэтому здесь у нас вывод очевидный, еще раз, сами все смотрите своими глазами, скачайте фуллсайз, покрутите на компьютере, оцените, посмотрите ксифы и так далее, это далеко не все фотки, которые мы сделали, и не все, которые я вам показал, но вот мне уже по этому стало понятно, если ты хочешь фотографировать в максимальном качестве на Galaxy S21 Ultra, который в принципе обладает, наверное, самыми звонкими камерами сейчас, по крайней мере набором, то Exynos выигрывает. Ну, как-то так. Пришло время подводить итоги, спустя все тесты разница в заряде так и сохранилась, 68-60%, вот эти 8% туда-сюда, но я вам скажу так, что я пользовался несколько дней одним устройством, несколько дней другим устройством, какой-то разительной разницы во времени работы я не ощутил, то есть на самом деле есть еще раз тесты, где Snapdragon показывает себя лучше. В нашем случае сейчас почему-то лучше сработал Exynos, черт его знает, но в этом смысле это точно не критерий, по которому вы захотите выбирать то или иное устройство, да, типа такой, буду экономить батарейку, чтобы лучше работало, возьму этот или этот, нет. Что касается производительности, вот здесь все очевидно, да, Snapdragon показывает себя лучше и в бенчмарках, и в жизни, меньше троттлит, чуть больше греется, да и хрен бы с ним, эти 2-3 градуса вы не почувствуете. Поэтому, если вам нужен производительный смартфон, на долгое время вы покупаете девайс с запасом на пару-тройку лет, то, конечно же, ищите Snapdragon, он покажет себя на дистанции однозначно лучше. Если вы особо не паритесь и меняете телефон каждый год или в целом вам ок, то берите на Exynos, и вы особой разницы тоже не заметите. То есть, понимаете, это в любом случае два высокопроизводительных процессора. Просто Snapdragon, видимо, за счет опыта Qualcomm, за счет архитектуры, может быть, каких-то вот решений показывает себя лучше. Черт его знает. Хотя, опять же, странная фигня, потому что архитектура у них очень похожа. Но и самое важное, неочевидное, если вы покупаете смартфон для фото, видео, то тут, удивительно, но Exynos справляется лучше. Я думаю, только потому, что Samsung как-то его особенно тюнит под свои смартфоны. Хотя, с другой стороны, понимаете, Galaxy на Snapdragon, тоже не из космоса прилетело. Они его совершенно легально продают где-нибудь в Америке. И это девайс, который там вот можно купить. Но удивительно, S21 Ultra на Exynos и на Snapdragon с точки зрения фото-видео возможностей, это как будто два разных девайса. И я даю предпочтение Exynos, потому что он показывает себя лучше с точки зрения работы с шумами, более детализированная картинка, лучше отрабатывает баланс белого. Ну и вообще, вот этот момент, мне кажется, уже критичен, потому что, блин, он просто лучше фоткает в деталях. И это важно. Но, я понимаю, что Holy War продолжается, и наш тест, возможно, вас ни в чем не убедил. Но тут, знаете, как бы интернет темы прекрасен, что вы можете посмотреть еще десяток всяких видеороликов, и вот среди них уже выбрать какой-то, которому вы больше доверяете, или который вам отвечает на поставленный вопрос. Я для себя задавался вопросом, есть ли смысл гнаться за Snapdragon здесь, в России. И ответ, да, честно говоря, не особо. То есть, может быть, еще в прошлых поколениях, когда разрыв был существенным, это имело смысл. Сегодня, да, особо нет, потому что все-таки серый девайс, это минус адекватная гарантия, хотя, в принципе, там тоже можно это порешать. Но, тем не менее, здесь пошел, купил там программы, всякие тыщ-пыщ. Но еще раз, чтобы вы понимали, это не реклама. Лучше забить и купить айфон, да, Жень? Ну все, вот такой у нас будет вывод. Там нету ни Exynos, ни Snapdragon, благостный A14 Bionic и живем в счастье. Спасибо, что смотрели видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok,